Способы снятия с регистрационного учета Снятие с учета путем обращения в органы правосудия происходит в случае, если приходится выписать человека из квартиры без его согласия. Но чтобы судебные органы приняли заявление на принудительное снятие с учета, одного желания хозяина квартиры недостаточно. В заявке должен указываться веский мотив для выписки. Выписка Самые частые причины это Длительное отсутствие прописанного человека Уничтожение ветхого здания Окончание договора об Аренде Развод Покупка жилплощади с зарегистрированными жителями Сдача документации Может ли собственник выписать без согласия с приватизированной жилплощади? Да. Для этого в органы правосудия необходимо предоставить следующие документы. Удостоверение личности заявителя. Составленный иск. Документацию, что подтверждает право собственности на жилплощадь. Данные домовой книги по поводу зарегистрированных особ. Справку об уплате госпошлины. Важно! Стоимость государственного взноса составляет в 2018 году 300 рублей. Порядок составления искового заявления таков. Название выбранного судебного учреждения. Полные сведения о заявителе и ответчике. Указание причины обращения. Перечень необходимой документации. Данные о жилплощади, где прописан ответчик. Указание повода для снятия с регистрационного учета. Также к данным бумагам должны прилагаться документы, которые являются подтверждением причины, указанной в исковом заявлении. Если основанием является, например, расторжение брака, то потребуется документ, что будет подтверждать данное обстоятельство, и т. д. Важно! Перед тем, как обращаться в судебные органы, стоит попробовать договориться с прописанной особой мирным путем, возможно при доводе. Весомых аргументов особо огласится выписаться сама. На рассмотрение заявки уходит примерно два месяца, после этого органами правосудия проводится несколько слушаний. Затем, дается один месяц для того, чтобы можно было обжаловать судебное заключение. И если этого не происходит, то решение можно будет забрать через несколько месяцев, а может и раньше, все зависит от обстоятельств. С исполнительным листом гражданин может последовать в МФЦ и сдать документацию для последующей выписки предполагаемой особы. Потребуется предъявить Удостоверение личности Бумаги, что подтверждают право собственности Заключение судебной инстанции Обращаться нужно в территориальные многофункциональные центры Выписка из квартиры без согласия выписываемого происходит в течение трех рабочих дней МФЦ Если речь идет об муниципальном жилье, то выписать из квартиры несобственника без согласия возможно на основании таких обстоятельств Неуплата коммунальных услуг Долгое проживание не по зарегистрированному адресу Жилище было использовано не по назначению Нанесен Урон государственной собственности Окончен период договора найма Жилище подлежит сносу Безнравственное отношение к жилью и соседям Были нарушены санитарно-гигиенические нормы Сначала жильцам выдвигают предупреждение, а ежели никто не реагирует, то подается заявка в органы правосудия от имени собственника, муниципалитета Причина выселения должна обязательно быть подкреплена надлежащей документацией Судебные органы рассматривают дело и выселяют нарушителя Если им является наниматель, то следом за ним выписывают всех прописанных родственников с данной жилплощади Также очень часто у владельцев жилплощади возникает вопрос, может ли собственник квартиры выписать прописанного родственника По данному вопросу возникает много обстоятельств, которые в некоторых случаях затрудняют весь процесс В случае, если жилплощадь была приобретена по договору дарения, в котором прописан пунктик полного права пользования То собственник может выписать всех прописанных родственников Образец исковой заявки Тяжелее дело обстоит, ежели есть приписанный несовершеннолетний ребенок Для его выселения потребуется присутствие и разрешение органов опеки Выселить дитя в никуда запрещено законом Должна заранее быть подготовлена жилплощадь, куда нужно прописывать дитя И условия проживания в ней не должны сильно отличаться от прежних А если жилплощадь, например, оформил в качестве дарения пенсионер, который указал в договоре право владения, то будущий собственник Не сможет выписать его из предлагаемой жилплощади Обычно, так делают пожилые люди, что хотят после передачи дома оставаться в нем проживать до самой смерти И чтобы родственник вдруг Не вышвырнул их на улицу после регистрации дарения Еще один часто задаваемый вопрос Как выписать родственника из квартиры, если он осужден В таком случае, если прийти к общей договоренности с особой, что сидит в тюрьме То для снятия с регистрационного учета потребуется Написать заявку и снять копии с паспорта осужденного Дубликаты потребуются заверить администрации исправительной колонии и всю документацию сдать в паспортный стол После этого можно не переживать о лишних затратах на коммунальные услуги Осужденный родственник будет выписан Сложнее дело обстоит при отказе заключенного выписываться В данном случае дело будет слушаться в судебных инстанциях Но в зависимости от ситуации, вид жилплощади, за что сидит родственник и т.д. может возникнуть много трудностей Необходимо сдать определенную документацию Заявку Дубликат удостоверения личности заключенного Данные из домовой книги Бумайки На жилплощадь Дубликат приговора Важно! В случае если имущество находится не в собственности, то снять с регистрационного учета заключенного возможно только на срок приговора Одним из щепетильных вопросов является выписка из жилплощади инвалида Данный вопрос имеет множество нюансов, например, если недееспособная личность не может передвигаться самостоятельно, но имеет опекуна То вопросами выписки занимается он При добровольном снятии с регистрационного учета инвалид пишет заявку, с которой опекун следует ВМС или суд Если недееспособная особа находится в учреждении для психически больных и пребывает там на временной прописке, то выписать ее не получится по законодательству Постоянное же проживание особо не на прописанной жилплощади, которая является прямой собственностью недееспособной особы, дает веские Основание для обращения в арбитражный суд Там тщательно будет рассмотрена требуемая ситуация и вынесено решение Обратите внимание, выписать инвалидов никуда не получится Обязательно должно быть место для дальнейшей прописки, причем ничем не хуже предыдущего Выписаться возможно на официальном сайте госуслуг, ктптсдс, www.гасосладжи.ру Если человек хочет сняться с регистрационного учета самостоятельно, то необходимо зарегистрироваться на платформе и провести процедуру по подсказкам на сайте Единственное, что нужно будет сделать недостанционно, это прийти и поставить штамп Недееспособная личность Возможные трудности при выписке Самая большая проблема – это отказ лица от снятия с регистрационного учета Принудительная выписка скрывает в себе много мелких нюансов, по данному вопросу рекомендуется обратиться к юристу Еще проблема может возникнуть при неправильном заполнении заявки или сдаче ненадлежащей документации Для этого следует внимательно следить за правильностью заполнения и подачи всех бумаг В заключении стоит отметить, что неважно какой является причина выписки человека, важно вовремя найти взаимопонимание и постараться Решить вопрос мирно, без обращения в органы правосудия и последующих судебных тяжб Субтитры создавал DimaTorzok